59 глава Корузута, социальный идеал наш излагает, и вот я как говорил недавно на манихейском сообществе, православие это религия жирных, а манихейство религия бедных, вот об этом тут и говорится. То есть наш социальный дел такой, что мы на стороне бедных, потому что мы считаем, что богатство, оно не даст человеку счастье, а определенное материальное ограничение, оно наоборот способствует тому, что человек думает о вечных вещах и не увлекается вещами временными. И манихейскому монаху прямо приписывается бедность, в частности требование не иметь семьи для самых главных последователей. Оно вот с этим и связано, что когда у человека семья, он как бы оправдывает, что он там растит детей, снабжает жену, что ему нужно вот это все материальное для какой-то цели, допустим, для потомства. А если у человека семьи нет, то он может уже быть спокойно бедным, а бедным быть лучше. Почему лучше вот тут написано? Почему? Что тратить время на золото и серебро и не тратить время на бога, это бессмысленно, потому что свет, сила, знание, мудрость исходят от бога. Поэтому кто хочет лучшую долю получить, тот должен быть, получается, материально бедным. Ну, не таким, конечно, бедным, чтобы нельзя было думать от голода и так далее. То есть не имеется в виду такая нищета, которая уже не дает возможности заниматься богомыслием и интеллектуальными разными вопросами. То есть умеренно, естественно, бедным. Кроме того, многие бедные, они и так же не образованы, и в этом мы, конечно, подражать им не будем, и на этом мы не будем ориентироваться. Потому что наоборот написано, что нужно быть богатыми в духе. То есть образование как раз нужно приобретать, знание нужно приобретать, это позитивная ценность. Имеется в виду, что не надо тратить жизнь на приобретение материальных благ и пользование ими, потому что это не приносит счастья и не переходит в вечность. Ну, как и Христос вот в этой истории про Марфу и Марию говорит, что Мария, она избрала правильную вещь, которая от нее не отнимется. Далее тут говорится о подаяниях церкви. То есть это имеется в виду помощь монахам. В то время действительно нуждались значительно в материальной поддержке, потому что без этого нельзя было даже проповедь осуществлять. То есть тогда все было дороже. Допустим, чтобы перейти из одного города в другой, нужно было путешествовать, для этого снаряжать прямо экспедицией. Сейчас интернет, сейчас в принципе значение материальных подаяний значительно упало для церкви именно манифейской, потому что сейчас мы все это делаем бесплатно. Апостол Павел, в принципе, пишет, что лучше, когда монах сам работает. То есть он может брать материальную помощь от последователей, это как бы лучше этим последователям, потому что они тем самым участвуют в деятельности монаха. Но лучше с моральной точки зрения, когда человек сам зарабатывает, у людей ничего не просит, это в общем-то и так понятно. Поэтому для настоящего нашего движения современного российского манифейского я на это вообще не акцентирую, потому что мы сейчас в этом не нуждаемся. То есть мы вот эти тексты, конечно, повторяем старое, что они призывали семейных людей помогать церкви, участвовать в ней. И мы к этому тоже призываем, но мы сейчас к материальному донату не призываем, потому что я пока не вижу, зачем он нам нужен. Храмов мы не строим, у нас нет затрат. Но вот поскольку мы в интернете действуем, я могу призывать и к донату в интернете. То есть в чем он заключается? Давать ссылки на наши сообщества, на наши клипы вот эти все на ютубе, допустим, участвовать в обсуждениях. Как бы не стесняться в интернете у нас сейчас современная ситуация, что чем больше каких-то комментариев под нашими публикациями, чем больше лайков, тем больше это продвигается. Вот такой донат, такое подаяние от семейных вполне сейчас и полезно, и нужно. Ну и что интересно, оно не требует отрывать что-то от семьи, от детей и так далее. С этого мы денег не берем. Это просто лайкнуть, написать, что все хорошо, или какую-то новую интересную мысль подать по этому поводу. Вот такие подаяния сейчас точно церкви нужны, и их мы всячески приветствуем.